Пытание праца уладкования, реализация майомости, будовництва инженерных сеток в приватном секторе. Старшиня Гомельского облаконка Майгеннадь Соловей провел сегодня прием граждан. Наши корреспонденты с подробностями. И на Коноплянику Гомель переехала из Минской области. Еще месяц она будет находиться в декретном отпочинке, но уже сейчас активно шукая работу. По профессии биолог она может выкладать в школе биологию и химию, но брать на працу молодую наставницу с маленьким детьем никто не спешается. Обращалась, мы сразу позвонили в службу, по-моему, на пролетарскую. Там сказали, что пока не могут, пока не исполнится ровно три года ребенку. Потому что мне еще месяц остался до исполнения трех лет. Сказали, после трех лет могут тогда уже поставить на очередь, потом сообщать вакансии все. А так пока в интернете, что я искала, в принципе, все вакансии. Были отклики, я рассылала резюме и помощник руководителя. Но опять-таки же такой критерий, что маленький ребенок тоже не хотят брать. Проблема молодой наставницы выращается одразу. Начальник Головного управления адекватии Руслан Смирнов отрымливая ответное дорушение. И праздникальки хвилин, и на коноплянику уже записывая прозвище специалиста, який будет займаться ее працуладкованием. Разом с тем, не все звороты выращаются станучи. Сярутых, кто имкнется трапись на прием до старшиней Аблвыганкама, практически зауседу есть люди, які потребуют переглядеть судовые решения. Такого права у Аблвыганкама нема. А праджа таго значная месса. У списка пытаний займают земельные спрышки помеж суседями и деятельность гаражных кооперативов. Гамельчанин Федор Казак просит компенсовать ему выдатки за ремонт гаража, який был небыто пошкодженый подчас переносу кооператива номер 41 у иншая месса. Правда, с того часу пройшло уже 9 годов. У 2012 официйно оформленных претензий у грамадянина не было. 9 лет назад определились, что там было, чего не было. Вот давайте реально. Даже с точки, поменяющиеся местами, вот здесь вот. Какие действия вот вы принимали? Скажите, 9 лет? Да надо делать действия по факту. Четко говорить, подпиши, где пол. Ты пол не привез, не положил. А вы все подписали сегодня, говорите. Тогда надо что делать? Обращаться в суд. Наталья Чаркас проживает у поселка Калинина Гомельского района. Проблема женщины в том, что до ее дома, який находится на ускрайку населенного пункта, можно трапить только по одной и не самой добро парадкованной дороге. Неколи был и другий подыход, але мясовый сельсовет передал эту территорию у аренду новым уладальникам. По некой причине не продугледзевши на явности дороги. Зразуметь, вязковцев не тяжко. И она отрымали землю законно, навели на ее парадок. И мают намер выкаристовывать ее по призначенне. А таму с проходжением про свои участки не погаджаются. У свою чергу женщина каже, что теперь до ее не могут страпить ни худкая допомога, ни пожарные машины. У селяким выпадку так было 31-го снежня минулого года, коли о полове 11-й годины ночи загорелась лазня. Естественно, было напугано этим пожаром, потому что я прекрасно понимаю, я говорю, доча, нас не найдут. Действительно, нас точно не нашли. Они 20 минут крутились и здесь не могли найти. Выехали машиной, они по Заречной, встали возле магазина продуктового. Вторая вышла машина, полностью встала на трассе. Проехать сюда, здесь это 22.30, это было темно. Куда они поедут? Они не знали, куда поехать. Почас приема Геннадь Соловей не просто слухая Наталью Черкас, а Леева выучает ситуацию по фотосдымках. У совести с тем, что проблема возникла по вине мясовых органов Улады, выращать ее будет Гомельский райвы Канкам. Термин для принятия решения – два тыдни.